Друзья, товарищи, я вас категорически приветствую. Продолжаем собирать фиатный хестофель. Ох-ох-ох. И сейчас попрет полный сумбур, поверьте мне. Я нашел наконец-таки вот эти палки. Ну, уже поздно, наверное. Хотя нет, двигатель красит. О двигателе речь пойдет сегодня. Не только о нем. Я поснимал центральные блоки. Я вообще себе много что сделал. Склеил сразу для того, чтобы просто не терять времени. Смотрите, я еще снял решетку. Решетка у нас довольно хитрая. Она имеет один цвет. Пру-пру-прум. Вставляется вот так. И склеивается вот таким образом. Правда, тут все традиционно для этого кита хреновенько стыкуется. Поэтому я, пожалуй, сделаю, знаете, что? Я его склею, прошпаклюю вот эти вот несуразные швы. Прокрашу в черный цвет. И дальше уже будем действовать по схеме. Тут фишка в том, я увидел, что вот здесь надо просверливать отверстие для того, чтобы скрю туда крутить. Жопушка заключается в следующем. Я так и не купил дрель. Единственное, что я сделал, нашел в магазине сверла единички. А, ценник убрали. Короче, 20 рублей не стоит. 5 штук. Но единственное, что тут не единичка. Нужно 1 и 2. Придется как-то раздраконивать эти отверстия. Нам предстоят очередные проблемки. Но справимся. Посмотрите, что я утворил с обтекателем. Если вы помните, я покрывал его серым грунтом своим абсолютно беспонтовым, я бы сказал. И, посоветовавшись с ребятами в группе, понял, что надо все-таки покрыть белой базой для того, чтобы цвет был насыщенный. Все-таки я купил Italian Red краску. Она должна смотреться прям чикарно. Вот. На сером грунте она чикарно смотреться не будет. В качестве базы я использовал обычную автоэмаль. Она стоит недорого. Там что-то в районе 100 рублей 100 грамм. Разводится своим растворителем. Металлик называется. И в путь красишь на здоровье. Такое довольно бюджетное решение. Но мне не нравится, как получается все это. Вот этот грунт повел какую-то шагрень непонятную. Как съел, что ли, пластику. Что-то такое. Буду выравнивать уже вот этот слой белый. Буду выравнивать насколько смогу. И наносить на него красный цвет. Но не сразу. Потому что внутренние части, как видите, я оставил серыми. Вот у меня еще стендик есть. Смотрите. Внутренние части, особенно капота, давайте покажу. Он же будет у нас открываться. То есть он будет вот в таком положении. И затем, чтобы посмотреть шикарный двигатель Мефистофеля, надо будет его открыть. Вот до такого положения. И здесь внутри на оригиналах фотографии такой слегка кирпичный цвет. Даже непонятно, то ли это ржавчина, а то ли это просто покрыто красной базой и закрашена сверху какой-то фигней непонятной. Я решил, что сделать. Я сегодня тренировался на красных деталях, прям по серому грунту. Когда наносишь один полупрозрачный слой, получается вот тот самый кирпичный цвет. Сверху я его добью еще смывкой черной. И думаю, что получится у меня достойная внутренняя поверхность. Ну а здесь все то же самое. Белая база и в путь. Хай сохнет. Дам ей посохнуть прям несколько дней, чтобы хорошо ее выровнять, потому что уже мы близки к финальной стадии покраски этой темы. Сейчас вам, кстати, сразу покажу эти красные детали. Вот они красные детальки. И они получились охренеть какими реалистичными. Я нанес краску от Tami. Эмаль X7. Давно мечтал ее покрасить. Она такая красивая, яркая. Сравните с тем, что получилось у меня. Но я наносил ее на серый грунт. И у меня как раз таки вышла вот такая вот темная поверхность. И она именно и нужна. Потому что на настоящем мефистофеле эти детали были прокрашены чуть ли не кисточкой по железу. И поэтому сильно по цвету отличались от основного корпуса. Я покрыл уже полуматовым лаком сверху. И пройдусь везде смывочкой. Они будут такие грязненькие, прям натуральненькие. В общем, этим результатом я вполне доволен. Ну что, перейдем к самому ужасному. Деревянные детальки, ребят. Вы знаете, мое неумение красить под дерево и полное отсутствие у меня необходимых пигментов, химии, красок. Вот сейчас, чтобы мне выкрасить эти детали под дерево качественно, научиться это делать, это одно. Я иду просто начать все делать по фэншую. Мне нужно еще там тысячи на полторы накупить всякой хрени. Понимаете? Я не готов к этому. И вот эта вот ситуация приводит к тому, что я готов помучиться гораздо серьезнее. Я хочу сделать их деревянным. Как бы дико это не звучало, можете называть меня идиотом, чумачечем, но я хочу сделать так. Для этого я буду использовать разные материалы. Стырил я в магазине под видом того, что хотел купить девочкам мороженое, палочки. Они по толщине в точности соответствуют деталям пола. У меня есть вот такие диски и вот такие вот остатки. Это детский набор, знаете, там из дерева выдавливаешь и складываешь мебель всякую, всякие штучки. Даже формула-1 есть в таком. Надо как-нибудь прикупить, собрать будет, покрасить. Вот он идеально подходит, мне кажется, так, для более толстых вещей. Ну, скажем, вот балка. Я ее спокойно выпилю. Даже, видите, я уже покупал лаки для дерева. Морилку взял красное дерево, потом взял это, по-моему, груша оказалась довольно темная, мне не понравилось. И потом орех. Он такой желтоватый. Ну, смотрится покруче, покруче. Таким образом я приобрету реалистичность. Единственное, что я для себя еще не определил, как сделать вот эту кучу болтов, которые будут по краям. Не знаю, для чего нужны круглые. Вот, смотрите, во-первых, для этого. Получится у меня или нет? Хотите, я вам сразу отвечу. Я тут уже немножко позанимался. Приберем лишняк. Можно же вот так приложить детальку и выпилить вот такую. Да? Но у меня две проблемы. Во-первых, нужно будет отпилить вот этот держатель. На нем держится капот. Но это и хорошо, потому что в данном варианте он очень хреново выглядит. Там остается дырень. Я его приклею, распаклюю непосредственно к обтекателю и приклею к нему деревянную свою детальку. Мне в любом случае кажется, что натуральное дерево будет выглядеть лучше, чем вот этот пластик, чем бы я его не покрасил. И в модели, в этой полностью отсутствует задняя стенка, которая находится за сиденьем. Там просто зияет дыра. Для этого они сделали такой длинный пол. Ну, на оригинале мефистофеля там стоит перегородочка, насколько я смог разглядеть. Поэтому я вот из второго диска выпилю еще перегородочку на задницу. Оно все не очень хорошо стыкуется с самим обтекателем, потому что он весь играет, он эластичный. Я еще не очень, честно говоря, прицелился. Но в любом случае у меня есть эти детали. Если не получится с деревом, я попробую красить их. Давайте на этом сойдемся и успокоимся. Вот, поэтому я этот процесс буду делать за кадром. Долго, тихо, спокойно. Я обычно там подхожу к окошку подышать. Что-то там, дырочку какую-нибудь в этот момент просверливаю. Давайте мы их отчекрыжем или уже отчекрыжем потом. Еще раз буду напрягать этой темой. Тут оно все распадается. В общем, я их поснимаю, вырежу трафареты. Насчет пола, да, я же не показал, что я хочу замутить. По толщине-то понятно, они вполне подходят. К тому же на этом нефистофеле, я так понял, все подгоняется весьма условно. И если пол будет там на десятую долю миллиметра толще, ничего страшного. К тому же эти палочки в точности совпадают и по ширине с балками. Ага, хорошо. В общем, я буду вот так их тупо выкладывать. Может быть, немножко подточу, а то они какие-то закругленные. И снизу, низ у нас будет полностью закрыт обтекателем. Я вообще не знаю, зачем там мы сделали проработку в Италии. Снизу просто приклею вот так вот ребра жесткости, чтобы держалось все это дело. Все, я обточу или отрежу чем-нибудь так сбоку. Получится норм, такой полик естественный. Покрою лаком, будет смотреться, мне кажется, прям шикардос. Если будет настроение, если будет получаться, я вам покажу, как это делается. Наверное, вам будет интереснее посмотреть, если не будет получаться. Поэтому я вам в любом случае покажу, как это делается. На этом, пожалуй, пока и все. Я решил вас больше не мучить своими какими-то сборками сумасшедшими. Пока. Я обозначил фронт работ, ничего не делал, больше рассказывал. Я займусь склейкой всего чего необходимо на этот блок. Я поснимаю с литников оставшиеся детали, потому что что-то там красится в медь, что-то в латунь, что-то в металлик серебристый. Я соберу решетку, покрашу в черный, потом покажу, что с ней буду делать дальше. И выточу деревянные детали, необходимые для внутренностей нашего корпуса. И затем снова выйду в эфир. Мы начнем собирать двигатель или красить его только начнем, посмотрим, поглядим, что получилось с деревом. И займемся уже финишной доводкой решетки. Вот как-то так необычный формат. Тупо рассказчик я сегодня, а вы тупо слушатели. Так что сказочки конец и кто слушал, ну вы поняли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok